Сначала дезинфицируют руки, после готовят запястье или лоб, чтобы измерить температуру. И только потом процедура приветствия. Ульяновские школьники вышли из затяжных каникул. Их продление было связано с локдауном. Тем не менее, в учреждении образования продолжают соблюдать все санитарные нормы и правила. Среди них термометрия и разделение потоков учащихся. Во всех общеобразовательных организациях накануне были проведены генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств во всех помещениях школы. Особое внимание, конечно, обращено на помещение пищеблоков и школьных столовых. По максимуму разведены дети со входов утром. Утренний фильтр очень серьезно настроен. В Ульяновской школе номер 25 сразу три входа. Через центральный заходит учащийся с 5 по 8 классы. Второй вход для первоклашек. Еще один для второклассников. Девятые, десятые, одиннадцатые классы приходят ко второму уроку. Третьи и четвертые классы обучаются во вторую смену. Ребята проходят утренний фильтр. Это термометрия, обработка рук. Еще одна термометрия организована непосредственно в классах. Участям разрешено вести уроки без масок. Но передвигаться по школе в них необходимо, как и менять каждые два часа. Утром и каждые два часа все наши сотрудники обеспечиваются одноразовыми медицинскими масками. У нас есть журнал, где мы фиксируем этот факт. И каждые два часа мы эту масочку меняем. Это говорит о том, что мы заботимся о сотрудниках наших здоровья. Также в 25-й школе, где обучаются 676 ребят, за каждым классом закреплен свой кабинет. Исключение уроки по химии, физике, технологии, физкультуре. Есть и специальный график, регулирующий выход учеников на перемены и в столовую. А с 7 до 8 утра возле школы дежурит родительский патруль. Отряд из двух человек следит, чтобы провожающие своих детей, мамы и папы, не переступали порог школы, а также соблюдали социальную дистанцию. Все соскучились по школе, все хотят очень в школу. Детям хотят получать знания, поэтому и родители тоже у нас, конечно, идут нам все навстречу. Ребенка проводили вот до этого входа, все, в окошечко им помахали и ушли. Мы объясняем родителям, законным представителям и коллегам, то, что в школу, во внутрь школьных помещений допускаются непосредственно работники образовательной организации, и обучающиеся. Люди со сторонних организаций, как правило, не допускаются сейчас в школе. Соответственно, отменены массовые мероприятия. Соскучились по живому общению и сами школьники. Ученица 10-го А-класса Яна Борисова, в случае чего, не хочет снова уходить на дистант. Конечно, я очень соскучилась по школе. И хочу сказать, что учиться очно мне намного комфортнее, чем на дистанционке, потому что это непосредственное взаимодействие с учителями, и знания усваиваются лучше. В профильном министерстве отмечают, на дистанционное обучение переходить никто не стремится и не желает. Массовым уходом школьников на удаленку может послужить лишь высокая заболеваемость, выше 20%. Ринат Алиулова, Герман Баранов, Александр Кудряшов. Уллправда ТВ.